На этой съемной квартире в Базделе доктор Эрика Прайзик оказывает услуги организованного суицида. В марте, однако, ей придется съехать и начать искать новое помещение. Найти новую квартиру для нужд фонда очень непросто, потому что никто из соседей не хочет соприкасаться со смертью. В среднем каждую неделю в этих стенах с ее помощью добровольно с жизнью прощается один пациент, как правило, приехавший из-за рубежа. Но вот недавно власти Базделя запретили фонду Эрики Прайзик работать здесь со ссылкой на жалобы соседей, страдающих, цитата, от негативной ауры. Мы не можем дать ей официальное разрешение на осуществление такого рода деятельности, потому что интересы людей, ее соседей, для нас имеют приоритет. Ее фонд мог бы переехать на территорию какой-нибудь промзоны, туда, где практически нет жилого фонда. Сама Эрика Прайзик готова помогать людям даже в специальном микроавтобусе. Однако пойдет ли такое крайнее решение на пользу пациентам? С моей точки зрения микроавтобус это куда лучше, нежели работать на территории промзоны, потому что в этом случае люди, решившие уйти из жизни, ощущали бы себя в качестве какого-то товара, вещи, выброшенной детали. В последние годы Швейцария переживает резкий рост интенсивности так называемого суицидального туризма из-за рубежа. Одна только швейцарская организация медицинского суицида Dignitas в прошлом году провела 218 таких акций. Заметный всплеск суицидального туризма был отмечен в конце 2015 года, после того, как парламент Германии фактически лишил местной структуры, занимающейся медицинским суицидом правовой и финансовой базы. До принятия Бундестагом упомянутых поправок, швейцарское отделение нашей ассоциации насчитывало 200 членов, а сегодня уже 400. Многие из этих людей хотели бы достойно уйти из жизни в окружении родных и близких, однако немецкие законодатели распорядились иначе. Неизлечимые пациенты в Германии оказались напрямую затронуты новым законодательством, поэтому теперь им приходится искать другие возможности за рубежом. И порой единственной альтернативой для них остается Швейцария. Петр Райнхарт из Турисского отделения Швейцарской Евангелической партии такой суицидальный туризм решительно осуждает. Наша страна не должна и не может стать местом и способом обхода германского законодательства, не в интересах Швейцарии превращаться в общеевропейский хоспис, и уж тем более нельзя допустить, чтобы швейцарские организации медицинского суицида размещали свою рекламу за рубежом с целью привлечения новых клиентов. С моей точки зрения, немецких граждан просто лишили немаловажной части их социальных, да и просто человеческих прав. А пока Эрика Празик очень надеется, что вскоре она сможет продолжить свою работу в новом подходящем помещении.